С рабочим визитом Ивановский регион посетил Сергей Краевой, заместитель министра здравоохранения Российской Федерации. Программа пребывания насыщенная. Роддом, городские детские поликлиники, областная клиническая больница. Здесь Сергей Краевой познакомился с работой Центра кардиохирургии и интервенционной кардиологии. Ему показали новый ангиографический комплекс стоимостью 88 миллионов рублей, благодаря которому удалось увеличить число операций. Это острый коронарный синдром и оказание помощи больным с острым инфарктом миокардио и стабильностью кардио. Хотя, в принципе, мы занимаемся всем, начиная с периферии, сосудами головного мозга. Особенно в этом году у нас появилась возможность защитить федеральные составляющие, выполнять теперь это субстантируемый сонных артерий, глобализация энергоризма головного мозга. В перспективе периферии в этом году мы планируем даже заняться онкологией, поскольку такого оборудования нигде нет. Кроме того, в областной больнице всерьез занялись решением проблемы очередей на диагностические исследования, которые определяют дальнейшую тактику лечения. Коронарография должна стать доступнее. Мы в этом году идем по пути амбулаторной коронарографии. Вот уже начали, у нас уже начали как раз с середины февраля. Естественно, мы понимаем, что это впервые, понимаем, что отбор этих больных достаточно серьезный, поэтому проходит через врачебную комиссию с определенным требованием. Но результаты пока хорошие. В планах на грядущий год закупка дополнительного компьютерного томографа. Возможностей существующего учреждению не хватает. Потому что мы стоим в третьем корпусе, а ДТП цены находятся в 7.50. Здесь, видишь, расстояние очень удобное. И в этом году, в Светлане, посещал нас в больнице. В нашем регионе Сергей Краевой побывал впервые и увиденным остался доволен. Я впервые знакомлюсь со здравоохранением Ивановской области, города Иваново. И я, нельзя сказать, что удивлен, но мне очень понравилось и сами лечебные учреждения. Мне очень понравились коллеги-врачи, потому что это энтузиасты своего дела, которые следят за всеми новшествами здравоохранения, которые горят энтузиазмом, чтобы внедрять новые методы диагностики, лечения, реабилитации. И самое главное, они думают о своих пациентах. Благодаря софинансированию из регионального бюджета жителям нашей области в этом году будут доступны операции по так называемым федеральным квотам. Среди них – стентирование сосудов, снабжающих головной мозг, открытые операции коронарного шунтирования и протезирования клапанов сердца.